Привет всем, кто к нам присоединился, кто будет смотреть записи, мы заканчиваем интервью Рава Шерке, представителей удаизма, сами понимаете, с одной стороны, и такого человека называется Мухаммад Шариф Уда, который представитель ислама, но оба граждане Израиля, так я понимаю, которые обсуждают на Галее Цаэль проблему радикального ислама, существует ли другой ислам, ну и как бы, ну даже не только это, не только ислам, правильно, а идея вообще о религии, отношении религии к насильственным действиям, как такое может быть, что в религиях есть радикалы, которые призывают к насильственным действиям и так дальше, в самом деле было достаточно интересно, ну хорошо, давайте продолжим, сейчас я сделаю шерф, секунду, окей, Седор Гамур, поделиться, делюсь, делюсь, окей, видно, правильно, да, народ, видно? Нет. Нет, не видно? Нет, ну все видно. Да, 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 все, все, можно занимать, да, да, шерф может немножко занимать такое время, там буквально какие-то, спасибо, полминуты, окей, Седор Гамур, ну хорошо, давайте вот продолжим, мы в каком-то месте вчера, в прошлый раз как бы закончили, правильно, сейчас посмотрим, как в случае зрения громкости, значит у нас 7.02, так, а кто, ну Тимофей, окей, Аня, ты как бы не подавала голос, ты слышишь, видишь, правильно? Да. А, окей, замечательно, ну хорошо, тогда Наталья в пассивном режиме, правильно я понимаю, а остальные как бы в активном, но я полу-пассивном, окей, ну хорошо, начнем. Это очень громко, сейчас, секундочку, я сделаю лучше, чтобы попишу, сейчас, секунду, сейчас я делаю погруз. Чуть-чуть, сейчас, чуть-чуть, я открутил чуть-чуть назад, просто общий расклад, вот Аня в прошлый раз, я не знаю, ты слышал или нет, у них тут как-то это может быть не очень привычно, было, потому что, ну скажем, вот те, которые берут интервью, вот, один от мужчин, другой женщина, мужчина достаточно известный, по-моему, это Джеки Левейс, я не ошибаюсь, вот, он, он израильтянин, он еврей, он говорит, ну, на таком очень, таком активном радио иврите, вот, не совсем, конечно, отредактированной, а вот вторая, это женщина-девушка, это, она арабка, вот, по-моему, христианская, Люси, по-моему, ее зовут, она очень известная, в смысле известная радиостанция и все, это военная радиостанция, она говорит вообще на таком иврите достаточно примитивно, и так достаточно жестко на самом деле говорит, поэтому, в общем, это в данном случае, ну, Раф все-таки отвечает на нормальном иврите, этот мусульман отвечает на таком более-менее, ну, так что это, в общем, какая-то тоже попытка столкнуться с этим тоже, ну, хорошо, дайте послушаем. Адам, коль Адам. Адам, и мы ему по небольшим кусочкам делаем, хорошо, как в прошлый раз, потому что, чтобы, как бы, не запутаться, да, если, как бы, непонятно, что он сказал, то я не откручиваю, надо повторяю, чтобы не попадаешь точно. Он сказал, Адам, коль Адам, Тимофей, ты с нами, можешь начинать? Тимофей? Слушай, я с вами, ну, я вроде только нашел, куда-то снова все съехал. А, ну, я чуть-чуть крутил назад. Ну, вот она говорит. Она ему говорит. И ты, каким образом ты решаешь? Плонтер, вот такое слово, я не знаю, по-русски говорят сейчас плонтер, нет, или в смысле? Нет. А, не говорят, да, окей, но плонтер это тоже, это, я думаю, что это не, то есть я уверен, что это не еврейское слово, но в жаргоне, наверное, это английское. Плонтер это такой раздрай, то есть это вот, ну, проще всяческое слово проблема, но плонтер это когда есть одна опция, есть вторая опция, и между ними надо выбирать, называется плонтер, как бы, ну, вот, не знаю, как-то мне не приходит в голову одно русское слово, которое это обозначает. Можно сказать слово проблема, но это не проблема, а плонтер, в смысле, что человек находится между этим и этим. Ну да, вот этот раздрай, когда одна религия говорит, что я была первая, другая религия говорит, я была последняя. Ну да, она немножко перепутала, но идея тоже была, то есть каждый претендует на пирменсон, все-таки, а не на это, но она, наверное, чуть-чуть сбилась в этой параллели. Идея, в основном, она сказала, одна говорит так, а другая говорит так. То есть идея такая, что каждый религия утверждает на преимущественное, правильно? Доказать это невозможно, окей? Дальше. Теперь мы должны идти на филу. Мы первые, кто последний. Вы слышали, что она говорит саратовским акцентом, правильно? Или это не улавливается? Ну, что прям саратовским, мне нет. Да, он, смотри, он как бы на слух такой, ну, гораздо более жесткий, чем изначально ивритский. Даже если это иврит, то, что называется айнерейш, то есть вот выходцы из восточных общин, да, евреи, ну, и как бы так с полусмехом не так, но они называются айнерейш. Знаменитые выражения тогда было, их называли чах-чахи, потому что когда человек говорит, он говорит таким, как бы, ашкенас такого сказать не мотат. Ну, айнерейш у кого-то есть, по-русски это называлось картави. Вот, а у арабов это нормально, и у них вообще как бы интонация такая очень жесткая. Ну да, это, она говорит, опять, אחד говорит что-то такое айнерейш, или анимагишишишон, вишени говорит анимагишишишон. Потому что, если вы помните, то речь шла про, как бы, про Мухаммеда, насколько я помню, когда пришел Мухаммед, он сказал, один говорит, тут мой пророк последний, а тот говорит мне, тут мы, как бы, изначально были первыми. И тогда, как бы, они пытаются найти, в чем мы, как можно обозначить, каким образом религии, которые изначально, как бы, позиционируются, все говорят, что там за мир, дружбу, пятое-десятое. Получается, что, в конце концов, есть значительная часть, которая радикалы. И вот они, как-то, пытаются понять, каким образом изначально хорошее дело, скажем так, но все равно, в конце концов, получают вот такой вот агрессивный вариант. Вот, как бы, прощупывают эти самые и забрасывают того и другого. Сейчас, как бы, мусульман, сейчас будут ралашерки, для того, чтобы они, как бы, в случае зрения представителей религии, на это ответили. Идем дальше. Ну, вот, хорошо. Одна нормальная фраза. Что он говорит? И, значит, Всевышний послал пророков всем нациям мира. Ну, да. Он, как бы, хочет отбить. Они все время, как бы, они защищают религию. Ну, как бы, они работают у босса, грубо говоря. Да, грубо совсем говоря. Они работают у босса. Они дают защитить босса и сказать, что босс, изначально, он хороший. Проблема, как бы, в людях. Да, и поэтому, поскольку речь идет про Нави Мухаммада, так он говорит. Хорошо, он сказал по-арабски, а потом мы перевел это на евреи. Да, значит, написано, что всякая нация была проведена. Нет, нет, надеюсь, здесь это пророк. Это не... Каждому народу был отправлен пророк. Я просто читаю. Видимо, транскрипция не очень... Да, 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 но это же автоматический ритм, понимаешь? Это просто Google делает автоматический ритм. Я слегка не Google, а YouTube делает автоматический ритм. Да, он говорит, вы коль ума, я нави Мишила. Окей? У каждой нации был свой пророк. Вальба улам, а вальба улам, а улам, а я рахов. Да, но в прошлом мир был далеко. Далеко в смысле разобщен. Друг от друга. Другая деревня, такая, я думаю, моя идея, правильно? Лох муляйом и кфар катан. Ну да, не то, что сейчас, когда... Ну да, она как бы вот такая общая вселенская деревня. Да, и он перечисляет, кто создает вот это вот... Служение пространства. Ну да, и за меди, и за... Тикшора, и за Токбура. Ну, меди и тикшора, это практически то же самое. То есть, как бы он повторяет, но, в принципе, это все то, что, по-видимому, по-русски называется СМИ. Да? Хотя... А Токбура? А, Токбура очень важное слово. Токбура это... Это вообще общественное, общественное, общественный транспорт. Общественный транспорт, да. Ну, только не общественное, а для того, чтобы выразить общественное, есть еще одно слово Цибури. Токбура, Цибури, это действительно дословно общественный транспорт. Цибура это как бы общество, а Токбура это за. Да, но вот интересно, что слово транспорт, да, по-английски я только понимаю, это как бы транспортировать, в смысле перемещать. На иврите, на иврите, это слово ЛХБ. ЛХБ, то есть, это что-то, что связывается. Я хотел по-русски сказать, но я как-то язык не выворачиваю, сказать, что это связывающая какая-то. Это то, что связывает. Это Токбура, Токбура это да. Есть Мисрат Токбура, это министерство транспорта. Да, то все, что по-русски называется транспорт, но их называется Токбура. Окей? Ну вот он как бы их всех перечислил. Хотя есть, конечно, разница между медиа и текшором. Потому что текшором это СМИ. Медиа это не только СМИ, а имеется СМИ, имеется в виду, может быть, он и имел это в виду. СМИ в широком понимании слова, то есть включая интернет. Потому что медиа, медиа, включая интернет. Ну, только СМИ сейчас тоже включают интернет. Когда меня учили журналистики, нам все говорили, что медиа и СМИ. Ну, в принципе, одно и то же. По-русски СМИ, по-английски медиа. Да, но вот на иврите есть еще такое слово, которое называется медиа, которое включает в виду... Вообще медиа, то, что называется мультимедиа, например, по-русски. Да, это вот та же самая медиа в смысле преображения, представления. Но в современном медиа, это ТикТоки, это Ютубы, и Фейсбуки, и прочее. Окей? Ну, хорошо, идем дальше. Царих мессер универсальный. О, вот он тоже самое говорит, что Рафшет. И что надо? Царих мессер универсальный. Значит, необходимо послание универсальное. Да, необходимо послание универсальное. Правильно. Вот это послание тоже по-русски все-таки звучит грандиозно как-то очень. Да, послание кому-то. Не знаю, как правильно найти соответствие слова мессер. Мессер это тоже... Месседж. Месседж, да. Но это месседж. Но вот, я не знаю, в современном русском языке употребляется слово месседж? Да. Да, вполне себе. А, ну так вот мы, да. Вот мессер, мессер это месседж. Мессер в обычном языке, в обычном языке нет. Так, действительно, специально. Да, 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 да. Вот мессер это 100% этот самый месседж. Окей. Мессер мэхабэ. Мессер мэхабэ. Это все объемлющие штуки-то обнимающие? Нет, которые обнимают. Ну, в смысле, которые дружелюбные, которые обнимающие. Ага. Которые, как бы, да. Да. Хибук. У нас тут, на самом деле, осталась треть, поэтому, ну, можно немножко за самым разбором, как бы, общих слов. Но хибук, хибук на иврите, это, ну, не знаю, есть такое по-русски слово, типа обнималки. Обнимашки. Обнимашки. Вот это вот именно обнимашки. Потому что, когда, например, встречаются люди, особенно это принято у религиозных. Особенно это принято у Хаббада. Я не знаю, откуда это идет. Может быть, это Рэбби вообще. Может быть, последний Рэбби это сделал. Вот это вот обнимание даже иногда, как бы, не очень. Ну, ничего, ты утром, у тебя, типа, бородатый мужик, лезет целоваться, там, обниматься и все. Это сто процентов. И не только, когда вот какой-то раввин или что-то такое он хочет выразить, ну, вообще религиозный хочет выразить, как бы, это самое, он говорит тэнхибук. Тэнхибук – это дай вот обнимашку. И тогда, как бы, вот, прикладываются друг к другу. Зачастую, например, когда я у Рава Шерки, вот, и что-то такое мы разговариваем и все прочее. И когда мы прощаемся и все, он говорит тэнхибук. Вот этот вот хибук – это как раз вот этот вот мэсэр мэхабэк. Окей? Дальше. Мэсэр мэхабэк – мэсэр инуши. Человеческий мэсэдж. Ну, человеческий, да. Айнушут кодэм – это я не понял, что это он говорит. Ну, хорошо. Человечность. Да, ну, даже не человечность, да, я думаю, человечность. Человечество, не знаю. Наверное, человечность, да. Ну, хотя все-таки человечество – это инушиют. А инушут все-таки, он говорит, что прежде всего… Ну, он опять… Значит, не его родной? Что-что? Это же не его родной, может он? Может быть, да, он не очень понятно говорит. На самом деле, он за универсальный метод. Что значит универсальный? Универсальный он говорит про гуманизм, прежде всего. Он говорит гуманизм. То есть, он пытается показать… я не хочу сказать, пытается цинить, но такой человеческий, с его исламом представителем которого он является. Дальше. Он не совсем ортодоксальный, он Ахмадид. Ахмадид – это, в общем, не очень мусульманский. Да-да-да, мы тоже не поняли. Да, у нас это было вопрос. Ахмадид – это, ну, как вот, не знаю, для христиан там свидетели игол какие-то. То есть это очень-очень такие, ну, в общем, мусульмане, за мусульман-то их особо не держат. Это такая секта, в общем-то. Да, она такая, ну, как-то ее мнение никак не репрезентативно. То есть если он сказал, что это сказал Ахмадид, тебе скажут, ну, типа, ну, а там, а кто он такой вообще, чтобы мы его там, это вообще для нас. Ну, их много вообще? Ну, как сказать, насколько я понимаю, небольшой очень процент. Они где-то в XIX веке в Индии возникли, ну, что-то, ну, вот как бахаисты тоже для мейнстрима. А там понятно, причем так белые и пушистые. Он, да, они такие пушистые. Да, они, кстати, пытаются, они там такой микс себе придумали. Что-то такое из индуизма, христианства, ислама. А, ну, да, тогда и понятно. В общем-то, поэтому они, да, они, поедак, они за все там такая дружба-жвачная, дружба-жвачная такое вот нечто. Хорошо, замечательно. Побольше бы таких дружелюбных. То есть, да, в смысле, в смысле вот на основе, вот сказать, в основах религий, они во многом отступили от татарда-доксии, но в этом самом, ну, как бы на практике, да, они очень дружба-жвачные, поэтому они такие, ну, как сказать. Я задаю за этих жвачных, потому что у нас тут кровожадных больше и достаточно. А я думал, что ахмадист, потому что он сам мухаммед. Я думаю, это как бы от него он связан. Ну, а потому что он как бы сам мухаммед. Это такое вот ответвление такое специфическое. То есть, да. Окей. Ну, хорошо. Еще чуть-чуть, да. Ну, он опять повторяет. Да, скажешь? Да, я тут пытаюсь это прочитать, что. А что такое «гапас»? Вот «коден гапас». Гапас я тоже не понял. Мне сейчас какой-нибудь показалось, что «пиюс», может быть, он говорит. Ну, ну, «пиюс», мне кажется, это «пиюс» что-то умиротворение. Мне тоже, мне кажется, он сказал слово «пиюс». «Пиюс» — это как бы… Ну, вообще «пиюс» — это типа компромиссы. Лефаес кого-то — это его примирить. Ну, по-русски, что-то это примирить. Я не хотел слово «принять», потому что это на шалом, походу. Что есть «лаашлим», а есть «лафаес». Вот «лаашлим» — это сделать. Ну, по большому счету, если есть «раздрай», то как бы отсутствие полноты. Тогда приходит шалом, и тогда есть «ашлама». А «шлама» — это делание мира единым целым. Это шалом. «Пиюс» — это все-таки более техническая вещь. Это когда один говорит «дай мне 200», а второй говорит «у меня только 50», и они состыковываются на 150. И тогда они бьют другого по рукам. Вот это называется «пиюс». Или когда две страны враждовали, да, а потом они… Вот есть глагол «леитпаэс». «Лейтпаэс» — это приходить к некоторому соглашению о перемирии, скажем так. Это называется «лафаэс». «Упиесо то» — это означает, что он его, ну, как бы примирил. То есть, например, пошел к нему с блинчиками, с круассонами, сказал «дорогой друг, не сердись на меня, а чё, что на меня в зуб держишь, давай с тобой выпьем, поговорим». Вот это типичный пиюс. Очень может быть, что он тоже сказал слово «пиюс». Окей, еще один дождь, дальше. Нет, подожди, давай переведу. Я не понимаю, откуда она. Ну, хорошо. «Зе памари шунаш ещет крия универсалит». Значит, это первый раз, когда есть универсальный призыв. Да, я думаю, что они не зря его, как бы, взяли, я хотел сказать, как это, не в схватку, а как это называется, в сцепку. В сцепку. Да, 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 в срамшерке, наверное, у них предварительные были какие-то, хотя я не встречал интервью раушерки вместе вот с этим человеком. Наверное, у них были какие-то предварительные, поскольку у них, как бы, общая платформа — это универсальные месседжи человечества. В общем, это из святых книг. Ну, да, из святых книг, да. Акодмин. Ну, в смысле, кодмин, в смысле, ну, как бы, древних, наверное, он хочет сказать. О предшествующих, он имеет в виду, что… Ну, да, кому предшествующих. В принципе, он сейчас говорит вполне себе такие ортодоксальные вещи, что, типа, есть Коран, а до него были там, ну, знаю, Тора там, видели, Тора, вот, типа, это вот все, это все во всех святых книгах, это вот все написано. Это он пытается общую почву так… Ну, да, вот и все хорошо. Аня нам сегодня дает научное объяснение. Интересно, вот слово кодмин, если уж мы так остановились на секунду, но вот интересно, потому что есть кодмин, а есть кодмин. Ну, понятно, что это слова однокоренные, но в смысле-то разные, правильно? Мы уже, наверное, говорили несколько раз, каждый раз поражают по-новому. Слово кодмин у вас возникает со словом кодмин? Что-то такое древнее, прежнее, древнее. Ну, погоди, а где был ганедан? Как он назывался? Ганедан ми? На востоке. Ганедан ми? Ганедан ми кодмин. Вот ганедан ми кодмин. Поэтому отсюда он назывался, с одной стороны, кедем – это действительно, это и восток. С другой стороны, кодум – это древний. А если говорить с третьей стороны, совершенно непонятно. Прямо парадоксально, лейт-кодем – это продвигаться вперед. А как на иврике будет прогресс? Какой-то мы… Кедма. А как же это кедма, когда кодум – это древний? Ничего. Непонятно. А вот это вот знаменитое выражение. Хадыш ямейну кекедем. По-русски переводится «обнови дни в наших, как встань». Ну, вообще, это получается некоторое турбулентное движение вперед, правильно? Обнови наши дни, как в старости. То есть хадыш ямейну кекедем. С одной стороны, хадыш. Обнови. А с одной стороны, кекедем, то, в смысле, возвращаясь назад. Но это вот как бы некоторое такое домашнее, это самое, для домашнего переживания, обдумывание. Это потрясающая вещь. Ну, хорошо. Поэтому, взяночь, возвращаясь к тому, что у нас здесь есть, два совершенно четких значения. Есть кодум – это древний. А есть здесь кодмим, кодмим – это предыдущее. Это все-таки по-русски, это не одно и то же совсем. На иврите – это очень близко. Окей? Плюс еще то парадоксальное, что я сказал. Так, еще одно дальше. Ну, хорошо. Мы получаем всех пророков. Ну, да, но с другой стороны. Принимаем. Да, но принимаем. 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 Опять, это такой мусульманский месседж, что мы уважаем всех пророков. Он дальше будет на этом, топтаться на этом. Да. Как, кстати, вот от слова «мекаблим» это принимаем? Как на иврите будет, как это сказать, ну, скажем так, приемная способность? Например, сосуд может вместить пол-литра. Как это называется? А, как это? Вмещение, вмещение… Вместимость сосуда, правильно? Ну, так говорят, вместимость бочки, не знаю, сосуда. Как на иврите? Каблут. Что ты говоришь? Мекаблут. Нет. Кибуль, кибуль. Кибуль. Либо киболят. Да, киболят. Вот от слова это, да. А как называются люди, а как в еврейской традиции называются… Но я не хочу сразу прямо давать ответ. Макубаль. Правильно, вот ты совершенно точно говоришь. Макубаль. И от этого слова «кабала». Правильно? Кабала. Да. Вот у нас тут же есть сосуды. Как мои фамилии прям. Да, да, кстати, очень похожи на тебя. Может, ты знаешь эту тему. У нас здесь живет человек, который в Москве занимался кабалот. Ну, на том уровне, на котором занимались в Москве, но неважно. И его еще с тех древних времен, у него имя Макубала. Вот Макубала очень похож на нашу Аню. Ну, хорошо, идем дальше. Есть ли Маханэ Мишута Финкула? Есть ли Маханэ Мишута Финкула? Там, что ли? Ну, платформа, на самом деле. Общий знаменатель. Ну, там еще до этого сказал Таштица тоже какая-то. Общий знаменатель программа, да. Общая платформа, общая. Хотя опять Таштица… Ну, а, он сказал Маханэ Мишута. Маханэ. Соединяющая, получается. Маханэ, дословно, это лагерь. Ословно, но. И все это идет как бы в пустыне. И про сорокалетие блуждания в пустыне. Я думаю, что все это отсюда. Все ханает, которые были там. Да? А как вы сомненно говорите, будет паркинг? Ханая. А как будет поставить машину? А, парковка как будет? Лохнот. Правильно? А как будет штраф за стоянку? Духа на я. Духа – это динвэхэшбон. Ну, это как бы… Ну, вот эти вот… Крутый счет. Да-да-да. Преступление-наказание, да. Преступление… Нет, преступление-наказание – это… Я не могу чуть-чуть говорить. Это не аверавы оныш, а другое слово. Ноблистик тому, что ты сказал. Окей. Окей. Да-да-да, нет, нет проблем. У нас это дружелюбное происходит. Происходит дальше. Мы принимаем, в общем, принимаем иметь, он причисляет, кого он там уважает. Всех отцов, отцов евреев, всех пророков израильских принимаем. Да-да-да. Так, опять же, это все вполне в рамках ортодокса. Ну, замечательно, побольше бы… Он сейчас свое, ничего такого особого не толкает. Окей. Он причисляет, к моду Амеллах, к шплому Амеллах, он причисляет. Да, к моду Амеллах. А, видишь, да. Мы Амегеним, мы их защищаем, получается. Да, Амегеним, правильно. Амегеним, Амеллелем. Это вот ювелирные изделия, которые часто вешают, да, которые, как называется? От слова Магенда. Магенда, Магенда. Магенда, 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 который нарисован, нарисован, нарисован. Который, по-видимому, был в шестиконечной, в шестиконечной звезде. Это вот был такой, такой был щит, называется Маген. А как будет инфинитив от этого слова? Хорошо, инфинитив от слова. Как будет защищать Магенда? Лагенда. Лагенда, всегда очень русскоязычный. Гаганасу, да. Лагенда. 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 Когда после Гея идет Гиммел, то и вообще вот эти сочетания этих двух, они трудные для произношения. Лагенда. А вот, например, какие-нибудь там у солдат, либо у спортсменов, называется Магеним. Магеним – это вот эти вот, которые одевают на локти, на колени. Налокотники, но защитные щиты. Защитные, да, 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 да. Наколенники, налокотники. Да, да, да. И вот в футболе, насколько я понимаю, все вот эти вот, как там были полузащитники, правые защитники и все прочее, они тоже называются Магеними. Окей, дальше. Ну хорошо, он влезает просто этим, как это, буфером, крейсером, не лесорубом, а ледорубом, потому что они тут слишком, они как бы, значит, больше имеют отношение к мусульманам, чем они, у них уже свой обойчик, поэтому влезает, чтобы на Равшерке перейти на них. Он говорит, да, они, коррега, значит, он говорит, они коррега полы, Равшерк, в смысле, чем обратиться к Равшерке. А что себе, а что себе думают Равшерки? Да, 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 да. Так, значит, пускай Равшерке расскажет нам о письме, которое он отправил, ну вот, наверное, то самое письмо, которое он отправил. Да, 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 да. Если возможно, расскажите вкратце, он там был как-то, как там, кефсака, вкратце. Да, 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 совершенно правильно. И Герет, Штушалахта, Шишалахта. Обратите внимание, тут же есть вот эти вот послания, имеют синонимы, но они немножко отличаются. Я говорю, по-разному, это просто Мехтав, Мехтав – это письмо. А кроме того, есть Мехтав и Герет, ну, Псура еще, предположим, на ту же тему, да. Мехтав и Мехтав – это письмо. Я не знаю, как это, я говорю, как это в современном времени, потому что если Герет, то и Рамбан писал, может быть, тогда, не знаю, может быть, всем. Наверное, и Герет, и Герет – это больше, это что-то… Ну, это из Арамита, мне кажется, что-то, Герет. Может быть, да. Из Арамейского что-то я. Это какие-то такие вот рамбаны. Не знаю, надо посмотреть, хотя по корню, лагор, лагор – это, мне кажется, я не ошибаюсь, это с Аллафом, лагор – это собирать, хранить. Вот Магреймаем, по-моему, это с Аллафом, я думаю, что я не ошибаюсь, Магреймаем – это водохранилище. Очень может быть, что и Герет – это то, что объединяет вот с кохотой этих самых написанного текста некоторое общее. Но по смыслу, по смыслу, Мехтав – это все-таки больше чисто техническая вещь, как по-русски все-таки называется письмо. А и Герет – это некоторый Мехтав, в котором есть некоторое послание. Кроме того, это и Герет может состоять, например, если есть Мехтавинка, по-моему, это что-то близкое. Да, правильно, Магар – водохранилище через Аллаф. Да, 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 да. А тут и Герет, а и Герет, оно через Айн, по-моему, пишется. А, нет, через Аллаф. Да, через Аллаф. Скорее всего, что это вот это, это некоторое собрание некоторого текста, я думаю, такая идея. И такая идея. Окей, дальше. Кстати, очень похоже на слово Агада. Агада в смысле с Незреем говорили, а в смысле с Аллафом. От слова тоже. Ну, Лиагид это, ну, Лиагид, нет. Ну, Лиагид, нет, просто говорить. А, Агуда – это типа какое-то тоже собрание чего-то. Агуда, Агуда – это… Да, партия какая-то была, Агуда, Агуда от Исраиля, что-то такое. Да, правильно, вот была партия, которая… Агуда – это некоторые тоже, ну, сейчас мы не будем, есть Ликут, есть Агуда. Но вообще они все… Ликут – это Лилакет, сплачиваем. Агуда – это что-то типа этого. Ну, ладно, сейчас скоро будут осенние праздники, да, и берут арбами ним, и их собирает в Агудайха. Собирают как бы в одно соединение. Правильно? Агуда – это Незреем говорится, это Агудат Цофрим, например, это ассоциация писатель. Ну, хорошо, идем. Он говорит, что я… Пусть это на мацах, что Маши, коррега, парас в фанену, Ай-эмир Шариф Роди. ОК. Так вот, его эти эгерет, она мебусесет, аль мацах, ше парас лефанену, вот этот Шариф Та-Та-Та. ОК? Эта эгерет, она основывается на чем? Мацах, мацах, это… Мацах, сейчас, подожди, мацу наеду, сейчас. У меня где-то было даже выписаны все слова, которые я тут нашла. Ну, тоже как то ли, то ли оба… Это программа, например, говорят по-симу. А, мацах, да, программа, все, мацах, программа. Да, это на некоторой программе, да. Аль мацах, которая перед нами парас, шхе парас. Расстилает и растилает, простирает, простирает. Ну, и что, вот, твоя эгерет по-видимому, он отвечает за ровши. Твоя эгерет, она прискатывалась на том, что говорил вот этот замечательный «Мухаммад Шариф Уда». Окей, слушаем дальше. Я надеюсь, сейчас Равшевке будет говорить. Да, 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 да. Он отвечает за ровши, но он отвечает за ровши, а эгерет, что шалахте ли хохме ислам. Хорошо, он, ровшевке, перечислил, кто он такой, этот самый человек. Пропустим это, он говорит, а эгерет, шалахте ли хохме ислам. Так, письмо, которое я отправила, так сказать, мудрецам исламу. И ны нурак... Ну, вот он говорит на нормальном деле. Это не просто представителям религии. Не, не, межрелигиозным. А, блин, межрелигиозным. Это не просто межрелигиозный диалог. Не просто межрелигиозный диалог. Это не просто, как это, муван, понимание, обычное, обыденное эргил. Которое в обычном понимании. В обычном понимании слова. Однако, Элла, что там у него? Сейчас он будет говорить дальше. Сейчас будет говорить. Я думаю, что я думаю, стоит предположить. А как вы считаете? Я дослушала сегодня просто. Я сначала немножко послушала, а потом посмотрела. Равшерки, хочешь, по-видимому, сказать, они его склеивают вместе с вот этим Мухаудом Шариком, замечательно. И хотят сделать очень симметрично. Этот, этот, они как бы... Он просто, он свое. Он свое повторяет. А, он хочет сказать, что не, ребят. Я с вами, но у меня свое. Да, 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 да. Я думаю, что это вот это правильно. Дальше. То, что он сказал, а Эллом и говорится, да, как бы противоставляет или отрицает то, что было до этого. То есть это не просто А. А что после А? А? О! Все направлено. Ну, это здесь идет о том, что Эдут, Хошевет, что иудаизм, как-то думает обо всем. О Исламе. О! О всем вообще. О, например, в некоторой иерархии. Он не хочет быть, как я понимаю, он не хочет, по-производству, на одном уровне с Исламом. Ну, он же говорил, что где-то там в первом, что ему не нравятся вот эти межрелигиозные все эти межрелигиозные собочки, когда все друг к другу там по-шерстке, по-шерстке говорят там, мы вас любим, мы вас уважаем, а нет. Он типа говорит, я на своей волне, и у меня есть своя идея, которую я хочу донести. Правильно. Как хотите. Кто-то читал эту иерархию. Нравится вам это? Не нравится вам это? Вот это самое. Не нравится, да. Кто-то читал эту иерархию, помните, мы, по-моему, его разбирали когда-то, да, вот его это там поклоняется. Да, очень интересно ему, кстати, посмотреть. Вот я помню... Ну, хорошо, это можно... Давайте, можно... Можно я найду либо интервью, либо текст. Он там... Он действительно... Он глупо говоря, но иерархию. Да, он довольно резко так это, в общем-то, говорит. Он говорит довольно резко, и вообще он им как бы говорит, ребят, я вам сейчас объясню, что такое на самом деле Коран, вы не очень его понимаете. У вас нет устной флоры, у вас нет устного Корана. Я вам сейчас объясню, что это такое. И как бы приводит аргументацию, что они по большинству моментов они с ним согласились. Окей. Ну, хорошо, идем дальше. Так, вот это магия, Макцапе, Мина Ислам. Что мы... Вообще, что он иудаизм? Она ее гудит? Она ожидает... Ну, да, то есть он как бы, ребята, мы не научим, я не знал, кто вы такие. Что она должна сделать? Ну, да. Макцапа. Макцапа это ожидает, правильно? Макцапа ожидает, да, ожидает. Да, но вообще он говорит, как бы заворачиваясь, более-менее мягкие слова, но если это свернуть и говорить в более жестком плане, то он им говорит, я вам объясню, кто вы такие, что вы должны делать. То есть Макцапа, я ожидаю, что вы будете делать. Я вам сказал, что вам надо вообще делать. Окей, дальше. Сейчас вот... Ребята, делайте пшу просто. Ну, в общем, речь идет, что мудрецы Израиля говорили, что они называли Шуваш или Исмаэль, что это... Исмаэль, вот это интересно. Я его... Называли... Хамим называли Шува возвращение, ну, как бы... Возвращение... Раскайни Исмаэль, ну, так грубо говоря. Раскайни, да. Да, вообще не слабый. Я не слышал, честно говоря, вот этот вот мунах такой, термин, Шува... Шуват и Исмаэль. Нет, я слышал, я читал. Да, это потрясающе. Есть такая теория, что в конце времен там когда-то... Ну, как вот, есть же сказано же там в Торе, что, да, там Исмаэль пришел вместе с Исхаком, они вместе хоронят Аврама, и Исмаэль признается, так сказать, как бы признает первонаспределем. Да-да-да-да-да-да-да. Нет, Раскайни он не уступает совершенно. Мы-то, мы же это читали у Ханана Паратова. Да-да-да-да-да-да-да-да, сто процентов. Я считаю, что в конце времен, значит, Ибнай Исмаэль, так, Бэванаф и Хазру, они вернутся. И как бы Ибнай Исмаэль, ну и понятно, когда говорит Исмаэль, то есть укропа потом, которые арабы, которые сейчас живут. И Хазру вернутся. И к Дзеру-Бочува, да, сделают как бы раскаян. Шлема, Шлема, Шлема полная, да, дальше. Мифо шеф. Да, сейчас скажем. Ше-та-лиф, ше-та-лиф, ше-та-лиф. Ше-пи-ру-шо, ше-пи-ру-шо. Ну, а это опять его перебивает. Вы, он начинает говорить, ше-та-лиф, это перебил его и говорит ше-пи-ру-шо. Теперь поговорим, что он говорит. Ше-пи-ру-шо. Ну, он как бы, он говорит, вы считаете, ну, да, вот ты считаешь, что они вернутся прямо, так сказать, в семью. Какой смысл-то этого? Ма-пи-ру-шо. Ма-пи-ру-шо. В чем вы там смысл? Ма-пи-ру-шо, да, комментарий. Ма-пи-ру-шо. Ма-пи-ру-шо, имеется в виду миш-паха Тавраан, наверное, вот это имеется брит Тавраан, и дальше. Конечно, да. Окей, дальше. Кэлл-о-мар. Кэлл-о-мар. А ва-пи-ру-шо. Ма-пи-ру-шо. Бен-э-й-шо. Ма-пи-ру-шо. Ма-пи-ру-шо. Тавраан, А ва-пи-ру-шо. Ма-пи-ру-шо. Бен-б-ней-ш-май-ли-б-ней-с-ра-эль. Тава-ли-я-вола-я-дэ-пи-ту. А на что? Что? Ну, что они такое? Выразиться. Найдет свое выражение. Выражение. Биту – это выражение. Правильно? Выразиться, да. Биту – это выражение. Леваты – это выражение. Как это? Отсюда в уголовном жаргоне. Ты на фене ботаешь. Или так работаешь? Выражение. Ну, видимо, ты выйдешь, а потом и какие-то... А, ботаешь? Ботаешь, ты думаешь? Боты, боты. Да, на фене, ну, как это, типа, говорит, на фене боты, то есть говорит на воровьском жаргоне. Наверное, да. Ну, и вот современные, кстати, боты, которые, эти роботы, которые пишут, наверное, тоже отцы. Нет, ну, это, нет. Это англоязычное. Это что-то англоязычное. Ну, хорошо. Идем дальше. Я хочу, мы, наверное, с Легатя, и можете письмо это. Так, что-то такое, там немножечко, опять же, ЭКМ, ЭКМ, что осуществится, или что-то такое. Я прослушу, мы что дальше. Так, как это говорит кто-то. А, это то, что, то, что, то, что Сара, говорит Агаре. Агаре, в смысле, Агар. Агар, который нам, свой служанку известен, да, которая мать Майи. Ну, да, хорошо. Там есть известная фраза, на самом деле, Навшак проводит жесткую линию. Она же что ей сказала? То есть, Всевышний, что сказал Всевышний Агарь? И это, как бы, директива Ишмейлим, их потомкам. Шуви Легвертех. То есть, она сказала, Денис Козяйки. Она твоя господина. Денис Козяйки, да. Денис Козяйки, да. Окей. кто в доме хозяин. Окей. Агара шела Ислам, бетон, 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 бетон. Дочерняя. То есть, что Ислам должен понять, что он, что это дочерняя, так сказать. Дочерняя религия. Дочерняя религия по отношению к еударию. Это Волобе Тор, а Махлифат. Да, сейчас он скажет. О, это очень важно. Волобе Тор. Они в качестве, в качестве дочерней, а не в качестве замены Ахлифатам. В качестве замены. Очень может быть, очень может быть, мне представляется, Представляете, что такой подход Рава Ширки, он гораздо более практический. Почему? Потому что когда хотят выглядеть толерантными, политикал кали, человек никогда не будет говорить, смотри, расклад такой. Изначально установлено, что я выше тебя. Есть такой расклад. Поэтому, чтобы в мире было спокойно, ты должен вернуться, твоя вшива заключается в том, что ты понимаешь, что это не я определил. Но то, что ты являешься нашей дочерней людьми. Признай это положение. Без этого будут воины. А когда все время говорят, мы все одинаковые, все универсальные. То, что хотели вот эти, те, кто интервью берет, это те и он и она, это те, что они хотели провести. Все одинаковые, все... Понимаешь, это как бы, может, хорошо для, так сказать, для расстановки сил, но диалог-то это не построишь. Ну, мы главное... Ну, не знаю, вот, видимо, Рав Ширки. Мы круче вас. Ну, молодцы, ну, что дальше-то? Ну, конечно, он же как говорит? Он говорит, смотрите, это же не я сказал, я не силы. Не потому, что у меня больше ракет. Не будет у меня больше этих самых дронов-катбамов. Я вам цитирую Библию. Если вы говорите, что вы признаете священной книге, признаете то, что там написано. Если написано, вернись к своей хозяйке, значит, она хозяйка. Ты не можешь говорить, что ты признаешь книгу как священную и отрицать то, что там написано. Я договорюсь с Равой Ширкиной, я думаю, что логика такая. Окей, это его аргументация. Дальше. Сейчас, он его снова перебивает. Она пытается сказать, да, но ты видишь, что ты делаешь? Она как удивляет, что она что, дочка, дочка, а дочка ба-да-у-га, то есть, типа, дочка любви. Я думаю, что она не успела досказать, он ее снова перебил, мужчина. Но я думаю, что она хотела сказать слово овально, вот видишь, что ты делаешь? Ты опять экстремист. То есть, ты опять говоришь, что ты более крутой. Ну, как она говорила, что одни говорят, мы первые, мы эти, и все. Она говорит, ну, ты опять говоришь, ты более крутой. Как же тут можно установить как бы мирные соглашения, да? Ну, Айд пытается это дело как-то сгладить, и он говорит, ну, хотя бы любимая дочка ба-да-у-га, хотя бы. Это хороший выход из положения. Идем дальше. Она поняла, что она сказала ба-ху-рэгет. Особенная какая-то. Нет, ху-рэгет – это приемная дочь. А, ху-рэгет – приемная. Приемная. Она поняла его ход. Она поняла его ход, что он хочет Рава как-то закруглить, не споря с ним. То есть, в принципе, принимая его положение, но хотя бы сказать, ну, она любимая дочка, да? То есть, такая же любимая, как и, я не знаю, самая любимая. Вот. А эта поняла. Она говорит, ага, любимая. Ху-рэгет – приемная дочка. Интересно. Слушаем дальше. Ху-рэгет – приемная дочь. Какая? Буйная. Буйная. Буйная, да. Буйная, да, да. Она поняла, ее не проведешь. Она поняла этот ход, поэтому она и говорит, ага, ауа. Ху-рэгет – приемная дочь. Ху-рэгет – приемная дочь. Этот с ними разыгрывай, разыгрывай с ними бумаги. Ну, есть дети, что у нас есть разные, есть те, которые создают проблемное. Ну, да, проблемный ребенок. Но он пошел к этой линии рафширки, он понял, что этим можно как-то закруглить. Это сложившиеся впечатления. Он говорит, ну, смотри, бывают разные дети, потому что бывает, например, любимый ребенок, но он проблематичный. Ну, он говорит, ну, да, ну, в принципе, не отрицает. Но он говорит, проблематичный ребенок. Окей. Но он говорит, в конце концов, они… Полюбятся. Нет, любимые. Но в конце концов, они любят. Они обыграли сейчас эту тему, этот самый любимый тоже этот подкинул, да? Он говорит, любимая. А та говорит, аа, любимая. Ну, конечно, она не любимая. Лу-ау-ва. И ху-рэгет – ве-сорэры. А тогда этот говорит, ну, смотри, бывает такая, что бывает ау-ва, но она как бы бывает б-я-ди. Да? Дальше. А, это вот очень интересная штука. Это очень интересная штука, которую он сейчас вставил, только для тех, кто в теме. Ани маавир – это дворим ле-я-ир ахшам. Кто такой я-ир? То есть, он говорит, я передаю сейчас, Ань. Ани маавир – дворим ле-я-ир. Я передаю, в смысле, я сейчас вот перевожу наш диалог, перевожу стрелку на кого. Кто такой я-ир? Лапит, что ли? Да нет. Лапит? Как бы в современном, в этом разрезе сейчас, он не просто один из ведущих. Сейчас, правда, он упал. Потому что эти все каналы, кроме 14, они очень сильно потеряли свой рынок. Очень сильно. Но он один из этих, я не помню, он был на 13-м канале. Но его имя сейчас у всех ассоциируется, прежде всего, с тем, что он гомосексуал. И вот это вот интересно, здесь будет эта тема или нет. Почему это он тут Яи рассказал? Потому что, скорее всего, да. Почему? Потому что, с одной стороны, Яи в шепке, у него сыр, он ауф, он любимый. А, с другой стороны, он явно проблематичный. Так что, скорее всего, 100% он не удержался и сделал этому замечание. Но вообще, это как бы то, что называется на Вите Митахатлахагура. Это удар ниже пояса. Я не знаю, что сработает. Я думаю, что он к этому не соотнесется. Посмотрим. А, ты видишь, как он отбил? Что он сказал? Если баруха шем, вот ел один. Что он сказал? У нас еще, слава богу, есть другие дети. А, да, но он отбил. Он понял. Он понял этот намек. Он бы намек был более чем, как это, не густой говорят, грубый, толстый намек такой был. Вот это все совершенно схватили, но разменялись улыбками. И он отбил это. Раф умеет отбивать. Он сказал, ну смотри, у меня есть вообще как бы много дети, не обязательно связаны с Яиром. Окей? Потому что, в общем, большой. Я тоже как бы никогда не осмелился и не осмелюсь спросить Рава, какие у него отношения с Яиром Шем. Окей? Что я хочу сказать, мы сейчас в процессе. Да, в процессе. О, это хорошая фраза, это нормально. Это нашу реальность, в реальности Горемет, которая приведет в... Нет, она сама Горемет. Она как бы... Вызовет, будет причиной, вызовет. Да, она является причиной. То есть она причиняет, она, как это просто сказать, она заставляет... Вынудит заставить. Да, вынуждает, да. Хотя Горемет это фактор. Горемет это фактор. Горемет то, что по-русски называется фактор. И вот от этого слова глагол Горемет фактирует невозможно, скажем. Причиняет. Которое становится причиной Ксаши Ивана Худеши. Как бы... В общем, не стандартного мышления, я бы сказал. Не стандартного мышления. Слово мышления. Да, окей. Да, все время. Калумар. Калумар, это маук, да? Сам факт, по сути. Да, то есть сам по себе факт. Чего? Да. Подожди, 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 ты сейчас долго-долго был недалеко. Я абсолютно хотел понять, а про кого он тут говорил? Сейчас, секундочку. Так, Сами, Санекрата, подожди. А что за Адмут? А о каком образе он говорит? Сейчас, секундочку. Ну, вернусь, чтобы на Сибири было особо мало. Сейчас, секундочку. Ну, сама идея в том, что Коран упоминает, говорит о нас, как об Нейстраэль. А, правильно, молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец. Да, 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 да. Это вторая линия Равы Шерки. Нас очень там уважают. Это другая, да, да, да. Это линия, которая... Машмаутит. Однако нет, как бы, в этом нет смысла непонимания, нет понимания смысла. Да, сейчас, секундочку. Хайта, аллоха, хайта, машмаутит. Хайта, машмаутит. Хайта, машмаутит. О-о-о-о. Есть евреи, а есть евреи, есть бена Исраэль, правильно? Ну, в Коране там есть два варианта. Там есть бану Исраэль, а есть, ну, ехут, 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 ну, как бы евреи. Ну, такое немножко... Ну, это тоже как пренебрежение. То есть в некоторых местах уважения, а есть пренебрежение. Ну, вот, типа, вот так. Ну, ладно. Это то, что Равчарки говорит, что только с восстановлением и возобновлением государства Израиль, бена Исраэль вернулись снова на политическую арену в виде государства Израиля. И они сейчас получают, как бы, то исконное значение, которое было в Коране, и которое пропало на то время... А, да, Бамхина, Мадени, то есть в понимании Мадени, как это, государственное... Бамхина, Мадени, то есть в точке... А, Баймэй, Хуфат, айслам. Отдельно рассеянные евреи немыки представляли собой государство. Они не были вне Исраэль, в смысле, в котором это, скажем, танаахическом, или в смысле, в котором в Коране. Да, это он проводит такую мысль, вот сейчас он ее снова повторяет. Баймэй, Баймэй, Хуфат. А ислам? Ну, появление ислама, в исламское время, во время появления ислама. Да, это факт, факт. А ислам? А в даче, что в Исраэль, Хазру, или это? Аааа. То, что вне Исраэль вернутся на землю, замешанное... Это вне Исраэль, это не в том смысле, что во времена ислама, вне Исраэль, Хазру. Я думаю, там, ну, не точка или запятая, что вне Исраэль, которые упоминаются во времена ислама, или во времена, там, не знаю, составления Корана, то есть вот в кептонатические времена, или в исламские времена, они сейчас Хазру, ле, эрас Исраэль. Это вот тоже такая центральная линия Рава Шефки. Вот. И что дальше? О, зе мешанэ, танофарухани. Это как мышанэ, повторение. Нет, по идее, в данном случае меняет. Меняет. Духовный климат. Духовный климат. Духовный климат. Духовный климат. Интересно, ты правильно сказала. Ну, то есть, правильно. Это в каком-то смысле дополнение. Слово «лышанот» тоже очень странное. Потому что это от слова «лышанот» – это изменять, а с другой стороны – твердить. Вот русское, знаете, как по-русски будет твердить? Зубрёшка. Правильно? А на иврите что такое «лышанот»? От слова «шен». Зуб. И русскоязычная «зубрёшка» от ивритского «лышанот». Что такое «мешна»? Мешна – это то, что все повторяли, то, что все знали наизусть. То, что отскакивало от зубов. А что отскакивало от зубов? Отскакивало от зубов «мешна». Почему? Потому что это «шен». Все очень просто. Вот тот, кто назвал это «зубрёшком», очень правильно понимал, что он говорил про «мешну». А с другой стороны – это «лышанот». Мешане – мешане. Мешане – это меняет. Мешане – макон, мешане – мазаль. Тот, кто меняет место проживания, у него есть надежда, что он будет менять события, которые с ним будут случаться. Свой «мазаль». Правильно? Окей. Идём дальше. И вот это меняет духовный клим. Перейдём на секунду к Тимофею, хорошо? Да-да, конечно. Да-да-да. Вот это вот, вы поняли, да? Это вот линия, это центральная линия тоже Раба Шефа. Потому что возвращение в Нейсраиль сюда, в Израиль – это меняет ситуацию, возвращает её к этанахической. Кстати говоря, вот то, что мы с Наташей разговаривали до этого, да, зачастую сейчас в обсуждении событий, которые переживает Израиль, говорят, когда хотят подчеркнуть их как бы эпохальность или грандиозность, если так можно сказать, их размах, то тоже употребляют выражение. Они говорят, что это Ируим Танахиим, то есть это как бы происходящие масштаба Танаха, Танахические события. Окей, идём дальше. Да, Тимофей, ты с нами, да? Так, есть уже некий муханут. Готовность, муханут – готовность. Готовность построить? Нет, признать. Есть уже готовность признать. К общей глине. Евреи вернули в землю Израиля. Это соответствует тому, что написано в Коране. Евреи снова становятся бне Исраэль. Это изменяет духовный климат. И это приводит к готовности признать дальше. Очень важно, что дальше. Вот, что это она ошибется, а ислам, балахлив, ядут. Что в сути претензии, которые с нами приходят предъявить к еврейству. Заменить. Это опять теория замещения. Там точно помогает христианство. И та, и та, и другая, как дочерние религии. Они взбунтовавшиеся эти самые дети, которые хотят доказать, что они на самом деле круче папаши. Они пришли заменить папашу. Ну так вот, а Рафчерки говорит, что поскольку история повторяется, возвращаясь вот так вот назад, то, соответственно, это объявляет почву из-под этого утверждения. Как его можно лахнуть, когда он возвращается на исходную точку и более того, осуществляет то, что говорили про рот. Это не возможно говорить, что это теория замещения. Это претензия ослабевает, особенно. Особенности ослабевает, да. Когда мы видим, что исламский мир на тон. На тон, в смысле, находится. Он хочет сказать, что исламский мир до больших... Какой-то ограничивающей степени. Находится. Я не хочу сказать, где, но он сейчас скажет, что он находится в большей проблеме, скажем так, мягко говоря. На «он» он назвал словом «кипаон». «Он» находится... Что такое «кипаон»? «Застой». «Застой»? «Застой»? От какого слова? «Кипа». Не знаю. Холодильник состоит из каких двух частей, известно? Холодильник состоит из каких двух частей? Этот самый... Какой материализм там из трех частей, по-моему, состоял, правильно? А из чего стоит? Морозильник и морозильная камера. Правильно. Вот молодец. Как будет наиврить и морозильник? Керах что-нибудь. Нет. Макпи. Макпи – это замороженные. Что такое? Когда холод... Вот сейчас начнется зима. С Божьей помощью скажем. Начнется опять очень неприятный период. Ну, неприятный. Дождь, особенно в Иерусалиме. Дождь холодрыга, да. И что говорят люди, которые встречаются, и они дрожат, да? Поскольку никто вас в меховых этих самых дубленков в Израиле не ходит. Окей? Что они говорят? Кафу, 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 кафу. Кафу – это вау, замерз просто, дихо совершенно. Ибо дословно заморожен. Поэтому, возвращаясь к нашему слову, кипаон, кипаон – это заморозка. Например, вот Масау, Матан, которые не продвигаются, говорят, что они – Бе, Мацафа, кипаон. Кипаон – это… Ну, по-русски, по-моему, тоже говорят замороженные переговоры, правильно? Но, может быть, в меньшей степени, как это на иврите. Ну, вот эти вот кипаон – это именно отсюда, из-за того самого холодильника. Дальше. А, вот теперь он делает реверанс этому человеку. Ну, да. Я думаю, что движение ахмадидов. Да. Кто будет из-за этого извлечь? Да, извлечь ислам из-за морозки. Ты говоришь, что есть некая заморозка в целом? Нет, из-за чего? А, из-за чего? Не биглаль, а биглаль. Он говорит, из-за чего? Что? Ницмадим ле текстим, кипи ше нитгапшу бея бинаи. Нитне ше, ну, нитзмадим ле текстим, ше нитгапшу бея бинаи. Вот что он сказал. Потому что, ну, как бы, прилепляются. Или, в смысле, держатся в русле текстов, которые были сформированы когда-бы? Бея бинаи. Ну, в средневековье. Хочу сказать такую идею, что ислам, кипи ше нитгапшу бея бинаи, он поменял то, что было, как бы, изначально правильным исламом в отношении к евреям. Там и Коран, или ислам, он видел в евреях бне и сраэль. Со всеми этими качествами и последствиями отношениями к эрце-сраэль. Бея бинаи, когда евреи, они были в статусе гонимых без своей родины земли, то естественное отношение к ним тоже поменялось. Так вот, Рафшерки говорит, что ислам находится в кипаоне, по отношению к евреям хотя бы. Почему? Потому что он до сих пор считает их в качестве вот таких евреев, которые были бея бинаи. В отличие от этого, наверное, замечательного человека. Дальше. Итак, я не говорю о... Я не говорю о самом Коране, я говорю о... В комментаторах, ну, то есть, как бы он говорил о комментаторах. Я говорю не о самом Коране, а говорю о том, как он комментируется. Ну, хорошо. Он сейчас говорит о том, что есть... Что говорит этот комментатор? Он говорит, о-о-о... Ну, он говорит, что у нас тоже таких предостаточно, у нас тоже таких... Лох-а-сэр, в смысле, не хватает, правильно? Лох-а-сэр, это не хватает. Недостаток. Нет недостатков. Нет недостатков. Да, правильно. Вот именно два нет. Нет недостатков. Ну, я хочу сказать, что... Раф Шерхи мягко сказал, что, в общем, как бы эти комментаторы, они искажают Коран. Ну, а этот, значит, говорит... Ну, хорошо, у нас тоже вообще такие есть, которые как бы искажают то, что написано в Торе в угоду своих там соображений. Такая, наверное, идея. Дальше. Тут, значит, это дико взвизнуло и встряло. Она говорит, раф Шерхи, анах нупам дибар на льдавар, азэ? Раф Шерхи, мы здесь уже говорили об этом. Она говорит, ну, мы когда-то говорили, дальше она хочет сказать, о чем она говорила. Ну, такой разговор более чем непринужденный вообще. Ну, еще опять, я думаю, специфика радио. Они не видят друг друга. Поэтому они вынуждены, как бы, влезать со страшной силой. Ну, он, видимо, не хочет. Она упомянула что-то, о чем она ранее говорила с Раумом, но при этом он, видимо, что-то такое кивнул как-то голосом. И сказал, ну, типа того, что-то такое было. Но она при этом сказала, анах нулой хулим на архив. Мы не можем... Можем расширить. Ну, в смысле, не можем сейчас распространяться на эту тему. Ну, да, в деталях. Архив – это в смысле рохов, в смысле ширина, в смысле расширяться. Но, по-русски не сказать, мы не можем расширяться. Мы не можем сейчас на эту тему как бы распространяться. Правильно? Нас нет, воем, нет, не заниматься. Он говорит, на архив бы издавнут архерет. То мы как бы распространимся на эту тему, бы издавнут архерет. Ну, другой раз. Другой раз, правильно. Очень хорошее слово – издавнут. Что такое навелите? Что навелите означает бы издавнут? какое английское слово которое и перешло в русский 100% обозначает слово изданут какое-то приглашение шанс изданут это шанс интересно что я не знаю как это в русском это просто пришло из латинского английского какие корни в английском я не знаю наиврите это слово изман шанс я сейчас быстренько подбиваю шанс это по-видимому когда у человека есть еще одна временная возможность для того чтобы что-то сделать это от слова изман и отсюда же все очень большое количество производных от слова изман зимун например зимун в качестве приглашения зимун в качестве то что вверхат амазон читают когда есть 3 человека либо 10 человек мужчин которые читают как бы зимун и вообще например когда человек говорит например у меня вот там проявилась такая возможность у меня там ну не сверкнула возможность а у меня вдруг неожиданно появилась возможность например у меня была возможность купить слона Как сказать? Айалиев, шарут, лекнот. Вот понимаешь, вот это вот ты правильно говоришь. Но эфшарут это немножко другое. Вот ты иди по тому, как мы сейчас сказали, от слова «время». У меня была возможность. Айалия издамнут. Правильно, вот совершенно правильно. Айталия издамнут, а дальше, если мы говорим, лекнот это пин. У меня была возможность купить этого слона. Понимаешь? Вот издамнут это гораздо более такое слово... Что-то такое, выпало раз. Да, выпало, да. Вот именно выпало. Вот даже от слова «выпало» даже лучше. Хотя опять по-русски «выпало» к «время» не имеет отношения. Но это вот ближе это выпало. Да, у меня... Да. Потому что, как ты сказал, шарут, это была возможность. А вот издамнут это вот такое вот окошко временное, где человек, может, пролезть туда внезапно. У него во времени образовался амбразум. Он, может, пролезть, и что-то так быстро ухватит. Да, в случае слона. Ну да, мы завезли слонов, он первым утром пришел. Да, вот первое, да. Вот он и бил в окно, там, значит, идет слово. Он выскочил и схватил его. Вот это были времена, это самое... Я просто, по-сомуслову, шанс, оказывается, однозначно по-французски, слово обозначало не по игру в кости. Наверное. А, да, ну вот видишь, да. Это сочетание, благоприятное сочетание какое-то в игре. Сто процентов. Ну вот, там, говорит, издамнут ахэра, тохэ, идем дальше. Ну, хорошо, приближаемся к концу. Ну, как бы, пора закругляться. Да, анахну, анахну хайрин паазы саэм. Ну, саэм, а слово, как бы, заканчивает, правильно? Заканчивает. Сиум, это вот окончание, например, фрактата Талмуда тоже называют слово сиум, правильно? Сиум, это окончание. Хотя, опять же, есть слово сов, но с другим. Сов, это как бы тупик, это окончательно, это все. Сов, зэ, а сов, это конец, не зря. А сиум, это окончание францессы, которое может снова начаться через какое-то время. Окей? Ну, да, они вспомнили про этого мужика, который молчится, но он говорит, не, 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 не. Что он ему говорит? Амир, Амир, Уда, Мила, Абаль, Мама, Шмила. Да, видимо, говорит ему, что он ему говорит. Что ему тоже надо сказать? Ну, да, ему 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 одно слово, одно буквально, ну, буквально одно слово. То есть, скажи что-нибудь, но буквально одно слово у нас нет времени. А, Ам, Ам, Маша, ты говорила пси-фаз? А, Ам, вспомнил, что этот мужик, видимо, они заранее как бы обсудили. У них были некоторые основные вещи, которые они должны как бы озвучить. Ну, а там было про некоторых пси-фаз, правильно? Поэтому вот он вспомнил, что этот самый Амир, он ничего не говорил про пси-фаз. Что такое пси-фаз, на юрите? Без понятия. Что? А, какая-то мозаика или какое-то сочетание. Замечательно. Просто у нас, вот, знаешь, это как бы хорошо, что мы слушаем эту герой, потому что как бы на каждое слово невозможно удержаться и не сказать. Как на иврите будет, вот тоже, как у нас был заповеден, знам, знам и сдам нут. А как от этого не синоним, а антоним? Когда человек что-то просвистел, как он говорит? Упустил возможность. Как это сказать? Фисфастия. А как будет называться упущенная возможность? Фисфуз. Фисфастия, ну так, не говорят фисфастия, фисфуз. Но фисфастия, да, когда человек слушает кого-то, например, он не врубается. И он, ну, можно, конечно, сказать нормальным ивритмом, сказать, но это говорит реновый репатриан. Как говорит нормальный человек, слегка, фисфастия. Извини, я тут не врубился. Вот это вот от этого слова псифастия. Видимо, такие мелкие кусочки, а когда человек мефасфест, то у него как бы это фрактальность начинается, он общий смыль был теряет. Это очень интересно и очень такое слово, которое сто процентов применимо в современном иврите. Речь идет про некоторую общественную организацию. Как она называется? Форум Сифас. То есть у них есть некоторый форум. Ну, как по-русски форум. Форум Систунов. Это объединение, которое называется Псифас. Сейчас он вам объяснит, что это такое. Ну, сегодня на второе обсуждение. Тут не хор, не дырка должна быть, а миколем быть. И на этот вот форум, на него прибывают люди, откуда микозраховый адрес. Со всех просторов. Ну, да. Вообще, как бы, перевод на русский язык, чтобы человек не вводить в заблуждение. Которые приезжают и прибывают со всех концов Израиля. Хотя Израиль, конечно, такой огромный. Со всех концов. Там из Сибири приезжают. Не знаю, из Крыма, там еще куда-то. Окей. Но совершенно очевидная вещь, которую вы, конечно, знаете, это всегда... Иврита язычного это не вводит заблуждение. Но для переводчика это всегда... Как перевести? Арыс – это земля. Земля с большой буквы. То есть на иврите есть только одна земля, которая земля с большой буквы. Это земля Израиля. Поэтому, когда говорят о Арыс, это земля. Наверное, ни на одном языке такого нет. Когда человек говорит «ленд», он имеет в виду, я не знаю, «англию». Или когда человек говорит «земля». И непонятно, что идет про Россию. А когда на иврите, на Арыс, а Арыс – это понятно, это земля Израиля. И это как бы общепринятая, пришедшая, конечно, с традиции. Но в данном случае, когда говорит «миколархавэй Арыс», понятно, что это не со всех сторон планеты, а это со всех сторон Израиля. Дальше. Таким образом строим настоящую взаимную веру. То есть, да. Если «имун», мы верите, наверное, ивритесичер сказал «имунадади», то есть взаимный имун. Окей? «Имун кине». «Имун кине». «Кине» от слова «настоящий, искренний». Говорится «у Адам кине». «Кине» – это означает, что человек как бы искренний, человек правдивый. Один человек другому хочет сказать, «Слушай, я тебе честно…» Знаешь, как я бороли, я положу руку на сердце. Правильно? Вот положа руку на сердце, имеется в виду, человек положит руку на сердце, он тебе как бы врать не будет. Или обиняками. Обиняками, да, было говорили. Он тебе скажет напрямую. Вот так человек говорит. «А не агитла хаба кину». Я тебе скажу сейчас, вот положа руку на сердце. Положа руку на сердце, это скажет «А не агитла хаба кину». Поэтому он тоже его наращает, что это не просто имун, а это имун кине. Имун кине – это вот как бы настоящий такой имун. Да, дальше. Мы не можем уцелеть. Ну, правильно уцелеть, да. А лисон плавление. Сорит эту уцелеть, да. Блиб не яд имун. Без построения вот этого самого доверия. Правильно. А нахну лоиху лим ласот шалом. Можем построить мир без взаимного доверия. А, вот он и говорит. Я не передам. Без взаимного доверия. Лоиху лим ласот шал-кала. Лоиху лим ласот шал-кала. Я думаю, что Аня закончит. Ну, давай. Пару предложим. Видишь, Тимофейджин примерно настоящий. Аня с нами, нет? Да. Лоиху лим ласот шал-кала. Так, у нас не получится построить. Ну, мы не можем. Так нельзя сказать. Все-таки он, конечно, у него иврит не родной язык. Невозможно ведь сказать лоиху лим ласот шал-кала. Так не говорят. Построить экономику. Нормальные взаимоотношения экономические. Или вообще построить. Не ласот. Нам было бы сказать левнот шал-кала. Левнот шал-кала, да. Ласот шал-кала так не говорят. Ну, дальше. Лоиху лам. Вело биху лам. Вообще ничего. Вообще ничего, да. Лот ю хаим нормален. Нормальный. Нормальный в жизни. Не будет нормальный. Без этого иммуна. Иммуна. Лахен. Теперь Лахен это программа. Поэтому. А поэтому. Следовательно. Лахен они из Мантианши Дат, Анши Академия. Ну, приглашаю к себе, приглашаю людей. Пригласил. Пригласил. Пригласил людей веры и людей, как это, академической. Ну, духовной, сферы Академии. Сейчас он скажет, текстуры. Текстуры. Ну, вот и СМИ туда же. СМИ туда же. СМИ туда, медиа и чего-то там еще. Еще Анши Хинук, преподаватели всякие. Анши Академия с таким, как это, деятельницей. А, бизнес предприниматель. Анши Академия с таким, это бизнесмен. Бизнесмен, предприниматель. Все, они его переводят, потому что время заканчивается. Да. И он говорит, а нах, ну не смах, мы будем рады, счастливы. Рады всем, мы все будем рады. Да, вы знаете, вы нам что-то такое расскажете об этом. Они, да, они МАХЭЛ. Какая у вас будет там миллионы учеников там или что-то. Да, а что такое МАХЭЛ? МАХЭЛ, а где, а как на Туде написано? МАХЭЛ, это же, это ВИШ. Я вам желаю. А, МАХЭЛ желает. Да, я вам желаю, но как вам сказать, я вам желаю. Вам так нельзя сказать, я вам желаю. Почему желаю? Я желаю, можно сказать, я вам желаю. Я тебе желаю. Ну, как поздравлять человеку? Пишешь, я-то поздравляю с днем рождения, желаю тебе там чего-то. А, желаю тебе, правильно, да. А как ты скажешь человеку? Желаю тебе, чтобы ты так жил. Я желаю тебе, чтобы у вас были миллионы учеников. Миллионы учеников, да. Ну, последнее. Амэн, амэн. Амэн. Говорят, 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 а он мне, чтобы сказать, ну, да, точно. Он говорит, аминь. Скажет, аминь. Ну, все, ты че, парень? Ты откуда? Окей, на иврите, амэн, амэн, все нормально. Амэн немножко выше, немножко выше. Это все-таки, типа, да, дай бог, чтобы это произошло. Вот это такой перевод. Ну, хорошо. Мы, как бы, во-первых, остановить совместно использовали. Ну, по-моему, это было достаточно интересное интервью. Может быть, там, с точки зрения иврита, как бы, такой был балаган, вообще, салат. Но, по-моему, было достаточно интересно разобрать. Интересно, что вот Равчерки, он проводит свою линию все-таки довольно жестко. И, как бы, не то, что называется фармы, да, то есть ни рыбы, ни мяса. Он все-таки четко проводит некоторую линию. Я постараюсь вот по запросу, который был от Ани, если я не забуду, напомни мне, посмотреть вот про эту игру в каком-то время, в каком-то виде ее найти и разобрать. Хорошо? Да. Окей, ну, хорошо. Тогда мы на этом заканчиваем, правильно? Да. Желаю всем уже теперь близко к субботе. Можно сказать шаббат шалом. Хорошего всем конца недели. Будем надеяться, что будут какие-то более радостные вести.